Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Я зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про жирующие кусты винограда. Как они выглядят, почему это происходит, чем это опасно и что можно сделать с такими кустами. Значит, что же такое жирующий куст? Куст, который слишком интенсивно растет. Обратите внимание, лоза вот здесь толщиной с мой палец. Так, смотрим дальше. Вот это тоже. Это побег этого года. Видите, тоже толщиной с мой палец. Вот там огромный этот побег. И только на одной стороне вот здесь у нас есть побег нормальный. Значит, почему такое происходит? Первая причина, и она достаточно редкая, это если мы сильно перекормили куст, давали ему слишком много азотных удобрений, и вот он гонит такую зеленую массу. Вторая причина, наиболее вероятна и наиболее частая. Например, сильная обрезка. Все вы взяли, всю старую древесину удалили. У нас от куста идет, у нас от корня идут вот эти вот сильные побеги, потому что корневая система очень хорошо развита. Ну, это если вы обрезали. А если вы не обрезали, то у нас почему это получилось? В прошлом году слишком рано пришли осенние заморозки, лоза не успела вызреть, она обмерзла. Видите, тут чуть-чуть только с одной стороны осталось, либо за зиму вымерзла, и куст начинает отбивать эти побеги от корня. А поскольку, повторюсь, корневая система очень хорошо развита, то у нас возникает вот такое жирование. Чем это чревато? А чревато это тем, что куст вот так вот будет расти, 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 гнать зеленую массу. Опять он к осени не вызрит. Такие побеги очень плохо закладывают плодовые почки. И в следующем году мы получаем то же самое. То есть они обмерзают, там корни хорошо развиты, опять начинается вот такое вот большое количество зеленой массы, и выходит бег по кругу. Значит, что с этим можно сделать? Первое. Мы такие кусты не кормим. Мы можем им давать только калий, и давать калий очень усиленно, потому что именно калий способствует вызреванию лозы. Второе. Мы доращиваем побеги до определенного уровня. Видите, у меня уже здесь вот он лежит. Сколько тут? Метра два с половиной, а может и три. Метра на два-два с половиной. Доращиваем побеги и укладываем их в горизонт. Почему лежит на земле? Потому что он там идет совсем снизу. Вот я покажу. Мы изначально его растили практически в таком виде. Если бы мы его подняли в горизонт, мы бы могли его потом уже не положить, обломали бы. И вот с этой стороны еще больше был бы рост. То есть мы их закладываем в горизонтальное положение и стимулируем рост пасынков. Вот это на следующий год у нас будет... Мы вот этот побег, например, положим в горизонт, и на нем уже будут развиваться плодоносные побеги. При этом, смотрите, вот мы его дорастили, специально оставила вам верхушку, и верхушку теперь все, убираем. Она нам не нужна. Почему мы ее оставляли? Чтобы вот здесь сформировалось нужное количество пасынков. Теперь мы уже видим, что их достаточно. И вот эту точку роста можно убрать. Можно ее даже убрать вот здесь где-нибудь, чтобы этот пасынок тоже развивался. Точно так же у нас и с другой стороны вот еще один такой побег тоже лежит на земле. Он чуть потоньше. Ну вот тоже мы растим с него пасынки. Тоже здесь вот эту верхушку. Вот как раз у нас здесь пасыночек. Мы его убираем. Вот с этими побегами мы пока что ничего не делаем. Пусть растут как растут, и ничего лишнего мы с них не убираем. Пусть уже будет как будет эта зеленая масса, потому что если мы начнем ее убирать в данном случае, ну, будет, скажем так, еще хуже. Поэтому всю эту зеленую массу оставляем. Пусть она растет и расходует питательные элементы. Здесь, видите, вот на этом, скажем так, нормальном побеге даже образуется какой-то урожай. Он, конечно же, не успеет вызреть совсем, потому что у нас уже все цвело и завязалось, а тут еще только такая гроздочка висит. Но мы ее тоже оставляем. Сейчас кусту нужна нагрузка, потому что не знает, куда девать свои вот такие мощные силы. В некоторых случаях могут вот на этих пасынках пойти гроздья. Мы их тоже не убираем, несмотря на то, что они наверняка не вызрют, будут отставать. Все равно оставляем, потому что этому кусту надо нагрузка, нагрузка, еще раз нагрузка. Значит, колени подкормки мы начинаем где-то с второй-третьей недели июля. Более подробно будет об этом отдельное видео. Ну, проводим это можно как под корень, так и по листу. Дозировка начинаем с 30-40 грамм на 10 литров каждые 7-10 дней. То есть здесь надо будет очень тщательно поработать, иначе, напомню, мы получаем замкнутый круг. А наша задача привести этот куст к зиме, к оптимальному состоянию, чтобы хотя бы часть лозы вызрела, хотя бы вот-вот на этих побегах, чтобы нам было что оставить на перезимовку и на следующую весну. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!